А я вас категорически приветствую! Сегодня в центре нашего внимания окажется один из наиболее важных вопросов, связанных с World of Warcraft Classic, а именно получение доступа к рейдовым подземельям на этой версии игры, или другими словами, оттюны. Без долгих прелюдий, давайте начинать! Как бы странно это не звучало, однако такое понятие как оттюны было возведено в апогей именно с выходом дополнения Burning Crusade. До этого же Blizzard еще себя контролировали. Тем не менее, даже для посещения некоторых первых подземелий он требовался. Под первым подземельем я понимаю Аппо Black Rock Spire, или другими словами, верхнюю часть пика Черной горы. Для того, чтобы попасть в нее, вам требовалось специальное кольцо, для получения которого было необходимо неоднократно посетить нижнюю часть пика Черной горы. Но обо всем по порядку. Если вы задали с целью попасть в это подземелье, вначале вам предстоит отправиться в Lower Black Rock Spire, и выбить с абсолютно любых местных обитателей монетку под названием Anadormid Seal of Askenjin. Сам этот предмет потребуется нам в будущем по заданиям, но в первую очередь он нужен для того, чтобы эти задания получить. На самом входе в подземелье находится орк, с которым нельзя взаимодействовать. Однако, если вы выбили этот предмет, он превратится в человека, и предложит вам первый квест из цепочки, по которому вам предстоит принести ему уже выбитую ранее монетку, а также три драгоценных камня, выпадающих с 15% шансом с трех различных боссов в этом подземелье. Первый выпадает Согра по имени Highlord Amok, который в свою очередь является первым боссом в подземелье. За вторым камнем вам понадобится отправиться в Таз Алор и убить вар мастера Вуна. Последний же и самый сложный к получению камень выпадает с последнего босса этого подземелья по имени Аверлорд Вурмталак. После того, как вы добьетесь успеха, вам будет необходимо вернуться обратно к Вайлану, где вы получите очередное задание. На этот раз вам предстоит отправиться в полевые топии на самый юг локации. Там вы сможете обнаружить пещеру, в которой обитает дракон 61 уровня по имени Эмбер Страйф. Убивать его необходимости нет, он нам потребуется для совсем другой цели. В первую очередь вам необходимо будет открыть ваш инвентарь и распаковать сумку, которую нам выдал Вайлан. В ней вы сможете обнаружить два предмета. Первый это Unforged Seal of Askengeon, предмет, который нам необходимо установить на землю до начала боя. Второй же предмет, Orb of Draconic Energy, позволит нам взять под контроль дракона, когда его здоровье опустится ниже 15%. После того, как вы получите над ним контроль, вам потребуется применить специальную способность на находящийся на земле камень. После чего отпустить его, добить и забрать предмет по заданию. Затем нам надо будет вернуться обратно к Вайлану. Сдав задание, мы получим кольцо под названием Seal of Askengeon. Само по себе оно не примечательно, и носить его мы, разумеется, не будем. Однако оно потребуется нам для того, чтобы открывать дверь для входа в Аппо Blackrock Spire. Сразу стоит отметить, что это задание не обязательно к выполнению для всего рейда. Обладателем кольца должен выступать хотя бы один игрок, так как нужно оно исключительно для разового открытия двери. Тем не менее, пытаться получить его в одиночку довольно бессмысленный и долгий процесс. Так что помощь других игроков, а чаще всего в роли них выступает ваша гильдия, вам обязательно потребуется. Теперь давайте поговорим про доступ к Molten Core, или другими словами, к огненным недрам. Первое и единственное задание получается у эльфа крови, расположившегося неподалеку от входа в глубины Черной горы. Или другими словами, Blackrock Dips. По нему вам потребуется принести осколок неизвестного происхождения, который можно обнаружить в самом конце, чуть ранее указанного подземелья. Чтобы вы точно не заблудились, прилагаю для вашего удобства карту. Кроме этого скажу, что необходимый вам обломок расположен сразу же за комнатой с семью дворфами. Пройдя ее, вы увидите еще одну запертую дверь. Она ведет в столовую. Вам же нужно повернуть немного раньше и пройти по мосту, который охраняют огненные элементали. Кстати, здесь же мастера горного дела переплавляют черное железо. Преодолев мост, вы обнаружите необходимый для вас обломок. Кстати, задание становится доступно сразу же после получения 55 уровня. Так что вы можете выполнить его еще во время прокачки. Также я забыл упомянуть, что его можно сделать в одиночку на 60 уровне. Но об этом мы будем говорить в отдельном видео, несколько позже. Однако на этом наша история про доступ к Molten Core не заканчивается. Да, войти в него мы сможем. Однако призвать последнего босса, в честь которого Blizzard даже выпустили специальную статуэтку на 15-ю годовщину, увы, нет. Для этого нам потребуется выполнить отдельную цепочку заданий для получения водной квинтэссенции. Или в простонародье тушилки. Первые два задания из цепочки можно получить на юго-востоке Аш-Шары. На острове, о существовании которого вы, скорее всего, даже не подозревали. Вернее, то, что он есть, наверняка знали. А вот то, что на нем дают задания, нет. По первому заданию в цепочке нам потребуется отправиться в Селитус на северо-запад локации. Для того, чтобы завершить его, вам понадобится убить по 15 обитающих здесь элементалей воздуха и земли. Для выполнения же второго задания нам предстоит отправиться в восточные чумные земли. Здесь вы сможете обнаружить два озера, населенных элементалями воды. На них вам потребуется применить специальный предмет, который вам выдали по заданию. А после этого убить их. Этот процесс следует продолжать до тех пор, пока вы не выбьете 12 наручей. Следующим этапом в этой цепочке станет убийство пирогварда Эмберсира, первого босса в верхней части пика Черной горы. Для зрителей моего канала он довольно известен, так как с него выпадают обязательные для классов ближнего боя наплечники. Убив его, мы получим глаз, который будет необходимо вернуть ваш шару. Правда и на этом цепочка не заканчивается, ведь следом нам потребуется отправиться в сам Молтен Корр. И убить там по одному представителю каждого существа. А именно одного элементаля огня, одного гиганта, одного элементаля лавы и одну гончую недр. Завершив и это задание, мы все так же остаемся с носом и эссенцию для тушения рун не получаем. Потому что сразу после этого от нас попросят добиться репутации уважения с фракцией Гидроксианские Повелители Вод. И вот это уже по-настоящему колоссальная задача. Ведь для этого вам придется либо убивать боссов в Молтен Корр, либо убивать существ в нем же. Справедливости ради нужно отметить, что есть и альтернативный вариант. Помните, мы убивали элементалей земли и воды по первому заданию в Силитусе. Технически на этом этапе вы можете место сдачи задания начать методично игриндить. Ведь за каждое убийство вы будете получать 5 к репутации. И так до тех пор, пока не достигнете дружелюбия. А уже после этого вы можете перейти к остальным заданиям. Тогда весьма вероятно вам хватит одного единственного посещения Молтен Корр для получения уважения. Когда же вы добьетесь необходимого уровня репутации, вам выдадут последнее задание в цепочке. А именно квест под названием Hands of the Enemy. По которому вам будет необходимо вновь отправиться в Молтен Корр. Однако на этот раз от вас потребует убийство 4 местных боссов. А именно Шазраха, Люцифрона, Геноса и Сульфурона. После его завершения вы сможете поговорить с Дюком и получить от него эссенцию. Благодаря которой призыв Мажордома Экзекутуса станет возможен. А соответственно появится возможность убить и самого Рагнароса. В конце хотелось бы отметить, что этот предмет одноразовый и после применения он исчезает. Поэтому перед каждым рейдом вам будет необходимо посещать этот остров, чтобы получить новую эссенцию. Теперь давайте поговорим о доступе к логову Аниксии. У Орды и Альянса цепочки заданий очень сильно разнятся. При этом они довольно долгие. В связи с этим мы рассмотрим каждую фракцию отдельно. И начнем мы, разумеется, с Орды. Если вы выбрали эту фракцию, первым делом вам необходимо отправиться в Бесплодные земли. Или другими словами, Бэдлендс. В этой зоне вы сможете обнаружить город под названием Каргат. Именно в нем и начинается стартовая цепочка. По первому заданию вас отправят в нижнюю часть пика Черной горы и попросят убить трех боссов, о которых шла речь ранее при разборе доступа в аппо Блэк Рок Спая. После завершения этого задания вам потребуется посетить Аргримар и встретиться там с советником Трала по имени Эйтрик. Выполнив и это задание, вы получите новое поручение и оно уже будет полностью связано с указанным выше подземельем. Если быть точнее, вам придется пройти его до середины и убить Ренда Чернорука. В качестве же подтверждения, что вы действительно справились с этой задачей, вам потребуется принести обратно его голову. На этом первая часть цепочки заданий автоматически завершится. Следующий же квест вы начнете с разговора с Тралом, так как он неожиданно захочет рассказать вам свою историю. После этого он попросит вас отыскать чемпиона Орды и как вы понимаете, речь идет именно о Рексаре. Найти его можно будет в Пустошах или другими словами в Десалейс. Однако сразу хотел бы вас предупредить, он не стоит на месте и путешествует по всей локации. Причем маршрут у него довольно велик, поэтому поискать его придется. В процессе не стесняйтесь спрашивать у игроков в общем чате, где именно он сейчас находится, так как обычно они с радостью вам помогут. Рексар же в свою очередь попросит вас отнести его письмо к Миранде. Обнаружить эту гномиху можно будет на кладбище в западных чумных землях, неподалеку от города Альянса. Правда, если вы думаете, что на этом цепочка заданий завершится, я хочу вас расстроить, ведь это только начало. Миранда попросит нас отправиться в верхнюю часть пика Черной горы и убив местных драконидов принести ей 20 глаз. Зачем ей они нужны? Достоверно сказать сложно, однако можно быть уверенным в том, что главной задачей этого действия является создание иллюзии вокруг вас. О какой иллюзии я говорю? Именно с ней будет связано следующее задание. Помните дракона Эмберстрайфа, которого мы убили по заданию для получения доступа в верхнюю часть пика Черной горы? В этот раз нам не понадобится его убивать, однако нам предстоит его обмануть, превратившись в представителя Черных драконов. Так как с точки зрения Миранды только он знает местонахождение интересующего нас амулета, благодаря которому можно будет попасть в логово Аниксии. Правда, то ли из-за того, что его постоянно пытаются убить различные герои, то ли из-за природной подозрительности, этот дракон не захочет рассказывать вам, где находится амулет. И предварительно попросит вас доказать, что вы действительно достойный представитель рода Черных драконов. А соответственно, выдаст вам три задания, по которым вам будет необходимо убить чемпиона Зеленых драконов, чемпиона Синих драконов и чемпиона Бронзовой стаи. Каждого из них можно будет обнаружить в своей локации. Первого в Болотах Печали рядом с Храмом от Алхакара. Второго в Пещере Зимних Ключей. А третьего перед входом в Пещеры Времени. Однако и этого ему будет недостаточно, ведь следом за этим заданием он выдаст еще одно на убийство чемпиона Красной стаи драконов. За ним вам потребуется отправиться в Болотину или другими словами в Вэтлендс. В награду за это задание Эмберстрайв выдаст вам амулет, который будет необходимо отнести Рексару в пустоши. Почему так? Потому что наш амулет не будет работать и возможно он сможет подсказать нам, как выйти из столь затруднительного положения. И на удивление Рексар подскажет. Он выдаст вам финальное задание, по которому вам надо будет отправиться вновь в верхнюю часть пика Черной горы и убить последнего босса этого подземелья, а именно генерала Дракисата. Сделав это, вам будет необходимо собрать его кровь и окропить амулет, в результате чего вы и получите ожерелье, дающее вам доступ в логово Аниксии. На этом цепочка заданий на получение доступа к логову Аниксии у Орды завершена. Теперь давайте поговорим про Альянс, и вот тут надо сказать, все в корне отличается. Первое задание можно получить в Пылающих Степях, или другими словами в Burning Steps, в местном городе Альянса у замечательного ночного эльфа. По нему нам предстоит убить определенное количество черных драконов, обитающих в этой локации. Затем он же попросит нас отнести донесение в город под названием Лейкшир, расположившийся в Красногории. Глава же города, понимая всю сложность и щепетильность ситуации, отправит нас с докладом к верховному лорду Болвару Фордрагону, но тот не захочет нас слушать, и в свою очередь попросит нас поговорить с Катраной Преэстер, стоящей по правую руку от него. Затем нам предстоит проделать тот же путь, только наоборот. Вначале мы вновь посетим уже известный нам Лейкшир, а затем отправимся в Пылающие Степи. Однако на этот раз нам придется поговорить не с знакомым нам эльфом, а с местным Маршалом, который в свою очередь отправит нас на поиски информации о его коллеге по рангу, а именно о Маршале Виндзоре. Из донесения мы узнаем, что он находится в заключении посреди подземелья под названием Глубины Черной Горы. И в результате следующим заданием, которое стоило бы ожидать, станет его освобождение. Для этого нам потребуется спуститься вглубь Черной Горы и убить местного дознавателя, с которым мои постоянные зрители знакомы по роликам про пререйт-экипировку. После чего, получив с него ключ, нам будет необходимо отпереть одну из камер, интересующую нас я указал на карте, которую вы видите на экране. После этого нам будет необходимо с ним поговорить и затем вернуться обратно к Маршалу Максвеллу в Пылающие Степи. На этом цепочка заданий оборвется, и следующую ее часть придется получить самостоятельно в глубинах Черной Горы. Как это сделать? Для этого вам потребуется вновь отправиться в подземелье и начать методичный геноцид местных обитателей. Зачем мы это делаем? Дело в том, что после завершения указанной ранее цепочки заданий, мы получим возможность выбить с местных обитателей письмо, которая начнет или продолжит цепочку квестов. Шанс его получения составляет всего 4%, однако, учитывая количество существ внутри этого подземелья, такой проблемы у вас не будет. В любом случае, получив его, вам надо будет вновь отнести его к заключенному Маршалу Виндзору. Он же, в свою очередь, попросит вас добыть утерянную им информацию. Выбивается она здесь же, с двух боссов, которых можно обнаружить ближе к середине подземелья. Кстати, расположены они недалеко друг от друга, а значит проблем с ними не будет. После этого Маршал Виндзор будет готов к побегу, и вам предстоит его сопроводить к выходу. Сложностей с этим заданием обычно не бывает, однако я хотел бы вас предупредить, что вам не следует спешить с выходом из подземелья. Вначале дождитесь, пока задание зачтется, и только после этого покидайте его, так как зачастую игроки доводят Маршала до выхода и сразу же проходят через портал, а соответственно проваливают задание. Как только вы его сделаете, вам вновь надо будет поговорить с Маршалом Максвеллом, после чего он отправит вас к брату спасенного нами бойца Альянса. Найти его можно будет в Штормграде, но сразу хотелось бы оговориться. Одного конкретного места расположения у него нет, он путешествует по всему городу. В любом случае, карта с маршрутом у вас на экране, пользуйтесь. После завершения этой цепочки заданий догадывается о том, что Леди Престор является Аниксией, и соответственно просит вас отправиться вместе с ним во дворец, для ее дальнейшего ареста и освобождения Лорда Фордрагона из-под ее чар. В процессе передвижения нас периодически будут ожидать нападения Черных Драконов, но как только мы с ними справимся, задание будет завершено. После того, как мы освободим Болвара Фордрагона, он вручит нам амулет, который надо будет отнести к представителю Рода Синих Драконов, обитающему в Зимних Ключах. Найти его можно высоко в горах, и добраться самостоятельно до него не представляется возможным. Соответственно, вам потребуется спуститься вглубь пещеры, которую посещает Орда по аналогичному заданию, и найти в последней зале огромную Синюю Руну. Если у вас имеется квест на разговор с представителем Рода Синих Драконов, она будет для вас активна, и соответственно перенесет вас наверх. После разговора вы получите последнее задание, оно аналогично заданию Орды, а именно вам предстоит отправиться в Аппа Блэк Рок Спая, и убить генерала Дракисата, после чего окропить полученный нами амулет его кровью, и таким образом завершить цепочку заданий. В конце хотелось бы сказать, что в игре еще присутствуют задания, посвященные получению доступа в Логово Крыла Тьмы и Накс Рамос. Остальные же рейды никаких требований к игроку не предоставляют. Однако о этих заданиях мы будем говорить позже. Сейчас забивать вам голову этой информацией, с моей точки зрения, нецелесообразно. В любом случае, если бы вы хотели увидеть ролик о них, обязательно напишите об этом в комментариях. На этом я заканчиваю видео. Если оно вам понравилось, обязательно поставьте ему лайк, а также не забудьте подписаться, ведь мне совсем немного осталось, до 20 тысяч подписчиков, и хотелось бы достигнуть этой отметки до выхода официальных серверов. Заранее спасибо. До очень скорой встречи.